Экстремальный марафон. Почти год. Многие жители поселка Сидоровка и покупатели оптовой базы Закамье вынуждены испытывать его на себе. Переход через дорогу в этом месте представляет серьезный риск для жизни. Уже год, как здесь, нет ни зебры, ни альтернативного перехода через проезжую часть. Людям приходится выжидать момент, чтобы не попасть под колеса автомобилей. Пешеходный переход был, и год тому назад был, сняли. Житель поселка Сидоров-Каравиль-Опаков раз в неделю ходит в оптовую базу Закамье за продуктами. Раньше проблем во время такой прогулки не возникало. Теперь здесь нет пешеходного перехода, и мужчины каждый раз рискуют жизнью. Тут страшные движения, интенсивные движения, вообще кошмар тут. Тут, смотрите, тут и фуры ходят, камазы, все за камни идут. Тут и люди вообще с остановки не могут за камни попасть. Здесь такое интенсивное движение, а вон, еле-еле сами прошли. Дорога – это оживленная. И автомобилей, и пешеходов много, особенно в час пик. Поэтому здесь, по словам местных жителей, часто происходит ДТП. Вообще опасно это все. Аварии бывают часто на дорогах. Ну, в общем, мы хотим, чтобы сделали хотя бы зебру, чтобы видно был переход. С обеих сторон от дороги автобусные остановки, но нигде поблизости нет пешеходного перехода. Люди выходят из транспорта, и им как-то нужно попасть на противоположную сторону. Поэтому им приходится пробегать прямо перед проезжающими грузовиками и фурами. Я не только, конечно, водитель, я еще и пешеход в первую очередь. Но здесь то, что нету, часто не бывает освещения, перехода нету. Едешь, конечно, мы останавливаемся, стараемся, но все-таки знака нету, пешеходного нету. Мы можем проскочить, обязательно здесь нужен переход. Как выяснилось позже, на всем протяжении улицы Магистральной зебра есть только на остановке «Хлебозавод». Получается, что люди не могут перейти через дорогу безопасно для жизни и на следующих трех остановках. Вот здесь, на всем протяжении дороги от остановки «Хлебозавод» до «Мясокомбината» отсутствуют зебры. И это не единственное место в городе, где есть проблемы с пешеходными переходами. По словам же сотрудников ГИБДД, пешеходных переходов нет там, где нет тротуара. Их там не должно быть по ГОСТу, потому что такая зебра не будет соответствовать требованиям по обеспечению безопасности дорожного движения. Человек не может просто так идти, да, по газону, допустим, выходить на пешеходный переход. Нет тротуара, то есть, соответственно, можно сделать вывод, что движение пешеходов неорганизовано. То есть нет канала, по которому они будут ходить. Они будут также ходить хаотично. Поставь-то эти знаки туда, не поставь. Они как ходили поперек и вдоль, по диагонали, они так и будут ходить. Быть на том или ином месте тротуаром или нет, решает руководство города. Получается, пока власти не установят здесь пешеходные дорожки, и зебру сотрудники ГИБДД не нарисуют. Так и бегать местным жителям и покупателям торговой базы поперек и вдоль. Диана Апакова, Гульнас Абрагимова, Дмитрий Кравченко, РЕН-ТВ, Набережные Челны.